В этот день 26 сентября родились Иван Павлов, первый русский нобелевский лауреат, создатель науки о высшей нервной деятельности и понятии условный рефлекс. Сергей Смирнов, писатель и исследователь, рассказавший миру о подвиге Брестской крепости. Это день 26 сентября, день памяти великомученицы царицы Китилан. Закавказские христиане все Средневековье, да еще в 17-18 веках, серьезно страдали от нашествий мусульманских правителей, прежде всего Турции и Персии, Ирана. Под вопросом было сохранение народов и церквей Армении и Грузии. И вот в начале 17 века персидский шах Аббас I завел практику взятия заложников. Заложников даже из царских семей. В таком качестве и оказалась в Исфахане почтенная кахетинская царица Китилан. Ее враги решили во что бы то ни стало обратить в ислам, для чего на десятилетия бросили в темницу и подвергли пыткам из жития. Ни пакости от персидских придворных, ни хитрые предложения шаха возвести ее в царицы персидского государства, ни предлагаемые ей великие сокровища, ни прошения и моления придворных и персидской знати пощадить себя, произнеся лишь одно хульное слово на Христа, ничто не могло поколебать страдалицы Христовой. Наконец, великому ученицу просто сожгли. Кстати, часть ее мощей сохранили и передали на родину католики-августинцы, также потрясенные твердостью царицы-великому ученицы. В этот день, 26 сентября 1530 года, была основана столица Чувашии, город Чебоксары. 26 сентября 1641 года произошло снятие турецкой осады с крепости Азов. Это событие вошло в историю как Азовское сидение, пример героизма, сопротивления слабого сильному и то, что чуть не закончилось очередной большой войной России и Турции. Еще в 1637 году дерзким наскоком отряд казаков завладел сильнейшей турецкой крепостью на Черном море Азовом. Сразу были посланы эмиссары в Москву, чтобы царь русский Михаил Федорович взял под свою руку новое обретение. Однако у того был мир с турецким султаном, воевать с янычарами у государя желания не было. Ему пришлось даже оправдываться перед султаном, мол, к азовской афере он сам отношения не имеет. Вам самим подлинно известно, что тонские казаки издавна воры беглые холопи, живут на Дону, убежав от смертной казни. Царского повеления ни в чем не слушаются. И азов взяли без царского повеления. Еле избежала Россия войны, но сами казачки, конечно, нет. В 1641 году Турция отправила в эти места огромную армию. Дальнейшие события даже легли в основу целого эпоса. Повесть об азовском осадном сидении донских казаков. «Где у нас была степь чистая, тут стали у нас с одним часом людьми их многими, что великие непроходимые леса темные. От силы их турецкой и от уристания конского земля у нас под Азовым погнулась». Так же выписал автор 17 века подошедшую угрозу. Якобы то ли 200, то ли 300 тысяч турок. Три месяца шла бомбардировка Азова. Турки делали подкопы. Наконец, командующий Гусейн-Паша использовал последнее средство. Он приказал штурмовать стены днем и ночью без перерыва, чтобы изнурить маленький гарнизон. Это было почти чудо, но все это запорожцы пережили и штурмы отбили. А деморализованный враг отступил. Но все понимали, что победа – это временно, и султан так просто не отступит. Весной 1642 года казачки решили все же по добру, по здорову крепость оставить. 26 сентября 1815 года подписан договор о создании Священного Союза. Идея этого Европейского Союза принадлежала русскому императору Александру I. В 1815 году только окончилась эпоха Наполеоновских войн. Как больше не повторить масштабное смертоубийство? Вот задача. Александр I основу нового мироустройства видел вследование всеми монархами идеалов христианства. И даже устав Союза начинался словами «во имя Пресвятой и Нераздельной Троицы». Братья-монархи должны были приходить друг к другу на помощь, следить за порядком во всем Европейском доме. В Священный Союз предсказуемо вошли Россия, Австрия, Пруссия, главные победители Наполеона. Потом прочие монархии Европы, кроме исламской Турции. Формально Священный Союз не прекращал действия. Но на самом деле он жил около десятилетия. Столько хватило Европе на мирную жизнь без больших войн и революций. 26 сентября 1183 года советская система предупреждения о ракетном нападении дала сигнал об атаке со стороны США. Дежурный офицер Станислав Петров верно разобрался в ситуации и не стал поднимать тревоги. В тот же самый день, 1683 года, произошел взрыв ракеты-носителя космического аппарата «Союз Т-10А». Никто при этом не пострадал. 26 сентября 1990 года в Советском Союзе был принят закон о свободе вероисповедания. Таким был этот день 26 сентября.